В эфире новости ЮРГУ. О том, что происходит в нашем университете и за его пределами, мы расскажем прямо сейчас. В студии Полина Григорьева. Здравствуйте! Прошла презентация Молодежного сообщества «Вызов». Подробнее о мероприятии смотрите в сюжете. На базе ЮРГУ состоялась презентация Молодежного сообщества «Вызов», созданного по инициативе Негосударственного института развития Иннопрактика и продюсерского центра «Инсайт Люди». В мероприятии приняли участие приглашенные спикеры, среди которых выступили координатор Молодежного сообщества «Разгон» Анастасия Дунаева, директор по стратегическому развитию группы компании «Приводная техника» Сергей Чупин, пиар-директор продюсерского центра «Инсайт Люди» Валерия Родина, участник реалити-шоу «Вызов» Юрий Фурлетов, руководитель Челябинской студии продюсерского центра «Инсайт Люди» Никита Ковалев, а также ректор ЮРГУ Александр Вагнер. У нас сегодня есть инфраструктура как раз для развития того, в чем заинтересовано сообщество «Вызов», а у сообщества «Вызов» есть аудитория и инструменты для работы с аудиторией, то, что как раз интересно нам. Потом дальше интеграция, интеграция друг в друга. Сообщество «Вызов» создано для интеллектуальной молодежи страны, готовой развивать свои проекты с помощью медиа, а также предлагает воспользоваться всем инструментарием медиасистемы, без отрыва от основной научной деятельности. Сообщество «Вызов» – это, собственно, инициатива, которая нацелена на то, чтобы в нашем медиапространстве появлялось как можно больше новых лиц, новых лиц, которые будут нести новое содержание, науку, образование, которые будут транслировать новые траектории личностного, научного и карьерного развития. Основной задачей молодежного сообщества «Вызов» является объединение двух потенциалов, которые есть у студентов разных специальностей – системного мышления инженеров, помогающего им совершать открытия в науке, и коммуникативных навыков специалистов в области медиа, которые создают имидж и выдвигают научные достижения на мировой уровень. «Взаимодействие с молодежью, с университетскими центрами, продвижение молодых ученых в медиапространстве – это, безусловно, одна из стратегических целей, которая влияет на планы экономики в целом». Сообщество дает возможность каждому участнику получить доступ к ресурсам для создания интересного эксклюзивного контента – про науку, творчество и искусство. Принимая участие в проекте «Вызов», можно познакомиться с технологиями медиапродвижения и расширить круг своих рабочих контактов. Например, найти потенциального владельца производства, которому будут интересны результаты научных разработок. По окончании встречи со студентами генеральным директором молодежного сообщества Андреем Серовым и ректором ЮРГу Александром Вагнером было подписано соглашение о сотрудничестве. В рамках открытия студенческого медиа-центра Министерства образования и науки России на базе ЮРГУ прошла серия мастер-классов и лекций от ведущих экспертов в сфере медиа из Москвы, Санкт-Петербурга и Члябинска. Участники круглого стола, вузовские медиа, опыты, перспективы поделились успешными практиками медиапроизводства созданием информационного контента, специализированных печатных, телевизионных и радиоматериалов, продвижением проектов в диджитал-среде. Я думаю, что наши коллеги из вузов Челябинской области очень нацелены на интеграцию. Всем хочется не только создавать какую-то уникальную повестку о своем вузе. Мы все любим, каждый любим свой вуз. Но все хотят принять участие в таком каком-то общем деле, чтобы было впечатление о территории Челябинской области, чтобы было впечатление о системе высшего образования Челябинской области. Потому что мне кажется, что с одной стороны, да, у каждого своя индивидуальная студенческая жизнь, но с другой стороны, у нас у всех есть такое понятие студенческие годы. И поэтому о студенческой жизни можно рассказывать много, долго, интересно. И если об этом узнает большее количество людей, если мы будем больше знать друг о друге, если мы расскажем об этом всему миру, о том, что как живут, чем дышат наши вузы и наши студенты, это же будет здорово. По данным исследователей медиарынка, в ближайшие десятилетия возрастет потребность в архитекторах трансмедийных продуктов и универсальных журналистах. Современных студентов уже сейчас необходимо готовить к вызовам цифровизации, информационному перегрузу, борьбе с фейками, просвещению населения в вопросах медиапотребления и углубленному анализу данных. Участники дискуссии подчеркнули важность содержательного подхода к созданию контента. Сегодня мы все чаще переходим от формата и формы к содержанию, к тематике, к глубине и аналитике содержательных именно элементов. А создание и объединение таких творческих медийных инициатив студентов, оно будет способствовать развитию как раз-таки и новых форматов, и новых форм, и более глубокому содержанию. Потому что когда математик, который учится создавать и писать о своих научных достижениях в соцсетях, объединяется с журналистом, то всегда результат получается такой, знаете, синергетический, вдвойне, втройне более интересный. Поэтому вот именно на это мы и надеемся, создавая такие медиа-центры. Сегодня наш университет имеет уникальный масштабный медиакомплекс, который включает в себя телекомпанию Юргу-ТВ, радиостудию Юргу, 360-градусный мультимедийный конвергентный ньюсрум, лабораторию VR и нейромаркетинга, продакшн-фотостудию Юргу. В ходе круглого стола руководители университетских СМИ поделились своим опытом. В свою очередь представители образовательных учреждений региона подчеркивают важность формирования канала взаимодействия. Я считаю, что в целом это очень хорошая возможность и в том числе документально, научно, практически ребятам из других учебных заведений непосредственно взять и применить опыт у себя. Где-то улучшить, где-то найти свои проблемы, где-то понять, в чем они наоборот сильны и сделать на это в том числе акцент. Ближайшие встречи регионального центра будут направлены на координацию работы и составлению медиаплана. Спикером творческой встречи «Нескучные студенческие СМИ» стала преподаватель факультета журналистики МГУ имени Ломоносова, автор и режиссер детских программ на телеканале «Карусель» Юлия Швыченкова. На мероприятии приглашенный эксперт рассказал о нюансах работы детского корреспондента, новых проектах канала «Карусель» и личном творческом опыте. Детское телевидение – это такое место, в котором собираются взрослые, дети, которые помнят о том, как это здорово быть детьми, потому что это самое счастливое время. И на самом деле вот это наше ощущение, оно помогает нам радоваться даже каким-то, ну, казалось бы, незначительным вещам. И это здорово, потому что ты каждый день живешь наполненно и с ощущением того, что ты счастлив, и что ты радостный, потому что в мире столько всего прекрасного. Я вам сегодня про облака рассказывала. Главные темы творческой встречи – воспоминания о детстве, советских мультфильмах и любимых передачах на телеканале «Карусель». Также участники обсудили волнующие вопросы, касающиеся работы компании. Что ж, в первую очередь, меня зацепила сама ностальгия о детстве. Столько воспоминаний сразу постепенно нахлынуло. Плюс сам спикер настолько душевно и чувственно об этом всем рассказывает, что видно, человек горит своим делом, и это отзывается в душевный боков. В завершении мероприятия у каждого студента была возможность лично обсудить интересующие вопросы со спикером. Лекцию для студентов на тему профессиональной компетенции журналиста «Этика, навыки, смыслы» провела кандидат филологических наук, преподаватель кафедры цифровой журналистики МГУ Елизавета Стрига. Эксперты с участниками мероприятия подробно разобрали, как правильно написать вступление любого текста. С профессиональной точки зрения для себя я узнала о том, как правильно писать заголовки в текстах, о том, как правильно привлечь внимание зрителя, чтобы ему было интересно читать дальнейший материал, чтобы привлечь его внимание. И какие-то интересные советы я, безусловно, для себя взяла. Для меня, если честно, этот мастер-класс понравился, было замечательно, интересно рассказывали, познавательно научно. И навыки, которые я для себя старёк и запомнил, это журналист настоящий должен обладать выдержкой, умением правильно излагать информацию, подробно, честно, качественно, правильно. Также спикер напомнила студентам о важности литературы и отметила, что цитирование классической литературы может скрасить журналистский текст, послужив заголовком или цитатой. Об основных типах сюжета и выборе темы журналистского материала студентам рассказал главный редактор интернет-портала «Хорошие новости» Александр Алексю. Тема мастер-класса спикера «Искусство хороших новостей». Я считаю, ещё раз, как уже говорил, хорошие новости сейчас просто людям необходимо, потому что, ну, как бы, мы живём в такой достаточно сложный период, с другой стороны, у нас никогда простых три не было, но в этот период необходимо людям давать что-то разумное, добровечное, давать им надежду. Ещё раз подширкиваю, что даже когда в состоянии, когда народ приходит в состоянии СВО, да, и так далее, хорошие темы можно ходить. Нередко, кстати, эта тема, она связана, кстати, даже со специальной военной операцией, потому что мы нередко рассказываем о людях, которые собирают интернет-попащи, отвозят или так далее. То есть мы даём какие-то такие положительные примеры действий. Вот. И с самого начала мы старались, как бы, именно эту линию гнуть. И, собственно, как бы, мне кажется, что у нас многое получилось, потому что мы слышали отклики от людей, которые говорили, спасибо вам большое за вашу работу. И я думаю, что это самое главное. Приглашённый эксперт выделил семь основных типов сюжетных линий. Преодоление трудностей, из грязи в князи, перерождение, роуд-муви, приключения, комедия и трагедия. Также спикер отметил важность уточнения деталей. Наверное, самый важный на этом мастер-классе был именно разговор о том, где искать новости, потому что для многих журналистов это серьёзная проблема. Если всякие мероприятия, о них писать легко, то новости другого формата или в целом другие статьи – это уже тяжеловато. И именно где взять интересную тему, которая понравится аудитории или публике – это очень тяжело. И приведены были хорошие, интересные примеры. И интересно узнать именно на опыте, как искать тему для своей статьи или материала своего. Мастер-класс проходил в формате диалога. Спикер рассказывал о главных аспектах журналистики, основываясь на своём личном опыте, а учащиеся задавали интересующие их вопросы. Главный редактор редакции областных новостей АО «Обл.ТВ» Владислав Чухров провёл для студентов мастер-класс «Ответственность тележурналиста в эпоху информационных войн». Основной темой обсуждения стали вопросы честности журналиста и его работы ради общества. Журналисты, которые гонятся за кликбейтом, у них, как правило, наполнение материала пустое, у них классный заголовок. А журналисты, которые гонятся за пользой, у них заголовок слабый, но наполнение мощное. И вот этим самым наполнением и нужно привлекать сегодня зрителя, читателя. Нужно давать советы, нужно помогать зрителю, читателю разобраться в сегодняшних сложных ситуациях и вообще в том, как устроен мир. Мастер-класс прошёл в формате живой беседы. Студенты активно задавали спикеру интересующие вопросы, а также смогли поделиться своим мнением относительно темы. Мне этот мастер-класс очень понравился. Во-первых, он заставил меня задуматься о многих вещах. Вообще, правильно ли я поступила на журналистику, моё ли это, в каких направлениях я хотела бы работать дальше, может быть, освещать культуру или писать истории просто из жизни, или заниматься чем-то больше, допустим, работать для детей с детьми или для взрослых. Что такое ответственность? В заключении встречи участники пришли к единому мнению о том, что журналист всегда должен работать прежде всего ради общества и сохранять честь профессии. Мастер-класс «Ответственность тележурналистов в эпоху информационных войн» стал завершающим мероприятием в рамках открытия студенческого медиа-центра. В Институте спорта, туризма и сервиса ЮРГУ состоялось торжественное открытие спортивного зала для занятий шах-боксом. Состоялось открытие современного зала для тренировок и соревнований по шах-боксу «Шах и раунд» на базе Института спорта, туризма и сервиса ЮРГУ. Центр студенческого шах-бокса Челябинской области стал первым в России многофункциональным спортивным комплексом в данном виде единоборств. В ЮРГУ в принципе уделяется очень большое внимание спорт. У нас практически все студенты вовлечили спортивную жизнь. У нас спортом занимаются и сотрудники. И вот формирование необходимых условий – это и спортивные комплексы, залы, оборудование, инвентарь, чтобы у каждого было возможно заниматься спортом – это одна из самых важных задач университета. Шах-бокс – симбиоз шахмат и бокса. Он позволяет спортсмену быть сосредоточенным в любой ситуации и развивает не только физическую силу, но и умственные способности. Шах-бокс – это настолько интересный вид спорта. Комбинация бокса и шахмат – это настолько необычно и, наверное, тяжело для спортсменов, что мы, не ища легких путей, пошли по этой стезе. Вице-президент федерации шах-бокса России в 2020 году пригласил меня развивать шах-бокс в Челябинске. И мы с 2020 года вместе с федерацией шах-бокса России встали на путь развития. И сейчас уже у нас есть много чемпионов в ЮРГУ и в городе Челябинске. Шах-бокс стремительно развивается в Челябинской области. Также спортивное направление набирает популярность среди студентов ЮРГУ. Шах-бокс развивается внутри ЮРГУ очень большими шагами. Мы охватываем уже все институты высшей школы. Сейчас у нас задача вывести шах-бокс на областной уровень, вовлечь сюда все вузы нашей Челябинской области. ЮРГУ – спортивный университет, который дает возможности для развития в любом виде спорта. Здесь созданы все условия, в которых студенту будет комфортно заниматься и совершенствоваться. Во-первых, самая важная перспектива – это развитие студенческого шах-бокса. То есть ребята здесь тренируются и по шахмурсам, и по боксу, и два направления сразу комбинируют. Поэтому, наверное, развитие студенческого шах-бокса в Челябинске и в России. На средства благотворительного фонда «К добру добром», учрежденного промышленной группой «Конор», в бывшем зале единоборств ЮРГУ проведена полная реконструкция в соответствии с современным дизайн-проектом. За счет демонтажа перегородок увеличена площадь помещения, построены раздевалки, душевые и санузлы. Заменен конструктив пола с установкой специального спортивного покрытия. Полностью обновлена электропроводка и многое другое. На сегодня это все новости. Берегите себя и будьте здоровы. Смотрите выпуски новостей в социальной сети ВКонтакте, на видеохостингах Ютуб и Рутуб, а также платформе Яндекс.Дзен. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Следующей весной на федеральной территории Сириус состоится Всемирный фестиваль молодежи. Грандиозный, яркий, такой же, как и ты. Мир сегодня меняется быстро и стремительно. Поэтому нам так важно сохранять простые общечеловеческие ценности. Нашу культуру, самих нас. Но как это сделать? Ответ простой. Нужно говорить и делиться мыслями со всеми, кто готов слушать и кому не все равно. Мы уже получили заявки на участие от молодых ребят из 180 стран. Все это делает наш фестиваль уникальной площадкой, на которой соберется молодежь со всей планеты для того, чтобы поделиться мыслями, культурой, обменяться опытом и решить, в каком мире мы с тобой проснемся завтра. Что это за фестиваль? Всемирный фестиваль молодежи – это крупнейшее в мире событие. Для активных. Для всех, кто стремится изменить мир к лучшему. Для каждого. Для тебя. Да-да, для тебя. Ты не ослышался. Фестиваль – это не только про поговорить. Хотя дискуссии, лекции и семинары – это важная его часть. Тебя будут ждать выставки, концерты, добровольческие акции и даже совместные путешествия. Впечатления, солнце, морской бриз и невероятные закаты Черноморского побережья. Когда? С 1 по 7 марта 2024 года. Регистрация уже идет, до ее окончания осталось совсем немного времени. Успей, регистрируйся прямо сейчас. Наш слоган – начнем будущее вместе. Найти для ребенка развивающий кружок или секцию по интересам не всегда легко. Госуслуги упрощают этот процесс. Чтобы найти услугу, спросите о ней у робота Макса. Выберите интересующий кружок. Для этого можно воспользоваться картой, поиском и фильтрами. Многие кружки на госуслугах можно оплатить сертификатом дополнительного образования. Тогда занятие оплатит государство. Заполните форму и отправьте заявление. Когда заявление будет одобрено, ребенок сможет приступить к занятиям. Госуслуги. Проще, чем кажется. По heard abdest Фращаюсь. Тем. Проще. Не stab at this guy.